Трехдневные выборы, стартовавшие 11 сентября, завершились в единый день голосования. Наша съемочная группа побывала на одном из избирательных участков, номер 4221, где, как и везде, были созданы отличные условия для волеизъявления славянцев. На Кубани 13 сентября открылись 2825 избирательных участков. 68 из них ровно в 8 часов утра заработали по всему Славянскому району. Чтобы избежать скопления людей на участках и минимизировать риск заражения коронавирусом, голосование шло три дня. Всех избирателей на участках обеспечивали индивидуальными средствами защиты. На участке, расположенном в детском саду номер 4, строго соблюдались предписания Роспотребнадзора. Выдавались маски, перчатки и выдерживалась социальная дистанция. Наш участок был подготовлен заранее. У нас было до этого два дня предварительного голосования, поэтому на сегодняшний день мы полностью готовы к работе были. Соблюдаются все санитарные нормы. У нас работают волонтеры, помогают нам на участке. Также наблюдатели. Явка избирателей хорошая. Люди идут, голосуют. Голосуют семьями. Приходят на участок, на наш. Наша задача на сегодняшний день, чтобы все работало, наша комиссия работала в соответствии с законодательством. С самого утра славянцы активно стали участвовать в голосовании. Первыми на участке номер 4221 проголосовала семья Василючек. На выборы мы ходим постоянно. Ход на президентские, ход на местные выборы. И обязательно с тёщей. Но с тёщей сегодня приболела. Может быть, попозже я её продвезу. И всей семьёй ходим на выборы. Я считаю, что это момент очень важный. Впервые пришла на выборы студентка Валерия Клетная. Этот день ей запомнится как важный шаг во взрослую жизнь. Это один из шагов во взрослую жизнь. Было очень интересно и приятно поучаствовать в себя как активный гражданин. И принести свой голос для будущего как нашего края, так и, может быть, и для России в целом. Волонтёры активно участвуют в работе на участке и всегда готовы прийти на помощь. Я впервые участвую волонтёром на выборах. Это большая честь помогать людям, которые пришли для того, чтобы проголосовать. Те, кто приходит голосовать, делают это осознанно, с чувством гражданской ответственности, понимая, что от их выбора зависит многое. Я считаю, что организация сейчас на таком высоком уровне. Я действительно горжусь, что у нас такие молодцы в городе. Эти люди большие им благодарны за то, что они всё это так хорошо сделали, чётко, всё прям по полочкам и без задержек. А то, что голосовать нужно, конечно, я с вами согласен. Потому что мы, ну, это же наша власть. Потом мы на неё ругаемся, если чем-то недовольны. Вот как мы голосуем, за кого голосуем, такая у нас и власть. Я только за это. В общем-то, и всем советую, конечно, обязательно приходите на выборы. С хорошим, приподнятым настроением голосовали славянцы. Действительно отрадно было видеть, как много людей с семьями приходили на участок, чтобы сделать свой выбор, проголосовать за стабильность и поступательное развитие Кубани и нашего муниципалитета. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Программа «События».